Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Обычно по пятницам мы, естественно, подводим итоги недели. Авторитетный эксперт Райма Трубловский у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Начнем, может быть, с такой международной повестки дня. Много было международных событий. Ну, наверное, те, кто следят за мировыми новостями, конечно, особо обращая внимание на японское мероприятие. Восоке, G20, важные переговоры, в том числе Путина и Трампа, я так понимаю, Трампа и Си Цзиньпина, там тоже наметился, по крайней мере, если можно верить по первой реакции, вот, можно верить по первой реакции, наметились какие-то позитивные подвижки. Как вы все это оцениваете? Я думаю, что это, безусловно, был важнейший саммит. Один из самых важнейших, я думаю, даже за несколько последних лет, беря внимание, те встречи, которые там были, те заявления, которые там были сделаны. Ну, наверное, можно начать с того, чтобы, скорее всего, была все-таки попытка сорвать встречу Путина, Трампа, то есть, события в Тбилиси, в Грузии, которые были за несколько дней до начала саммита Восоке, G20. То есть, опять, как бы, были заявления про российский след, скажем, про ситуацию с российской делегацией в Тбилиси. То есть, здесь мы вспоминаем, точно такой же случай, аналогичный, был с украинскими моряками в Керченском проливе, благодаря чему была отменена встреча Трампа и Путина в Бонес-Айресе на прошлом саммите ГА-20. То есть, скорее всего, можно предположить, что была делана попытка сорвать, опять же, эту встречу, но она не увенчалась успехом для тех, которые, скорее всего, пытались организовать такую ситуацию. То есть, все встречи состоялись, конечно, но мы видели, что все мировые лидеры были в наличии, были важные, я думаю, позитивные в целом встречи Трампа и Путина, также позитивные встречи с Индзимпинем и Трампом и несколько других встреч на полях саммита. Но я хотел бы отметить все-таки интересную часть речи президента Путина о плане, скажем так, смерти либерализма как идеи. Я думаю, что это войдет, ну, эта речь, скорее всего, будет где-то похожая на мюнхенскую речь Владимира Путина в плане, скажем, последствий, в плане вывода, в плане реакции вообще. Но я думаю, что, скорее всего, это не был какой-то эмоциональный, скажем, сброс, это, скорее всего, было уже, как бы, такое осознание ситуации, что, наверное, глобализм и либеральная идея действительно себя изжила, потому что, беря внимание, что ситуация последних лет, когда очень многие люди практически не видели пользы от глобализации, от всех этих вопросов, и только, скажем, небольшая часть общества имела выгоду, а большинство общества практически имело только последствия в плане нелегальной миграции, в плане безопасности, в плане прироста, скажем, преступности, терроризма и других негативных явлений. Поэтому я думаю, что лидеры такого уровня, как Владимир Путин, скорее всего, не делают это, чтобы сказать какое-то красное словцо, но, скорее всего, такое мнение есть уже определенные части, скажем, даже мировой элиты, то есть мы видим уже и Трампа, и Путина, и Брексит, и тех людей, которые побеждают на выборах в Европе, то есть они, конечно, представляют собой такую антилиберальную, скажем, в таком смысле повестку дня. То есть это и Орбан, и другие. Поэтому я считаю, что речь Владимира Путин, это как раз, скажем, затмило очень многие другие вещи, потому что вот эта цитата из его интервью перед саммитами, как раз из-за его пресс-конференции в ОСАКе, но, я думаю, почти все СМИ всего мира процитировали. Да, вот тем не менее, такой вопрос хотел задать. А действительно ли мы можем говорить о крахе либерализма? Ну, я думаю, что мы должны понимать четко, что сообщество и люди, они все-таки требуют, имеют право требовать от государства несколько таких базовых вещей, то есть безопасность, какое-то состояние или уровень благосостояния и другие вещи. А когда мы видим, что практически из-за миграции, нелегальной или легальной даже, рушится, в принципе, столетний устой сообщества, рушится, как бы, безопасность. И когда, скажем, люди видят, что такие страны, как Франция, Германия, Великобритания, в каком-то смысле, они даже себя не могут защитить. И это видят и их, как бы, оппоненты, что эти страны практически не способны даже свою внутреннюю безопасность поставить на такой уровень, чтобы, ну, хоть как-то обезопасить. Конечно, мы не знаем, может быть, никогда не узнаем, сколько терактов было предотвращено и сколько, скажем, других проблем было сделано. Но то, что мы знаем, то, что мы видели, свидетельствует о том, что вот эта, скажем так, псевдотолерантность или такая уже непонятная толерантность, непонятный либерализм, он ведет к тому, к вседозволенности и практически к подрыву стоев страны, истории государства. И то, что мы видим в Германии, во Франции и в других странах. Как ответ этому мы видим, что? Мы видим, что такие люди, как Лепен, как Корбан, как Качинский, как Альтернатива для Германии, как Фараж, то есть они выиграют выборы, потому что сообществу людям надоело, что их интерес вообще не имеет никакого значения, что они получают, в принципе, только негативную часть вот этой глобализации, но им надоело, и мы видим такой результат. То есть если это будет продолжаться, то мы еще, думаю, увидим в других выборах еще более такой наплыв антилиберальных сил. Я тут не вижу никакого, скажем, когда я говорю антилиберальный, я не вижу никакого негативного оттенка. То есть я думаю, это даже позитивный такой фактор. Да, вот интересно, если мы говорим, допустим, о России, то многие сейчас обращают внимание, кто-то так нервно реагирует, ну, к примеру, режиссер Андрес Экис недавно, по-моему, на ТВ-24 выступал и начал говорить о том, что что ж такое, Путин опять на коне, Крым забыт, санкции забыты, вот, пожалуйста, его принимает в Осоке на равных, делегацию России в ПАСЭ полностью восстанавливает в правах, ну и дальше он там начинает перечислять вот эти все успехи Путина. Вот с чем это действительно связано? Просто и в Европе все-таки начинает преобладать реал политик, люди понимают, что невозможно все время политической элиты держать Россию вот в этом санкционном режиме? Я думаю, абсолютно, что вот один из, скажем, ситуаций краха либерализма в том, что наступает эпоха реальной политики, или, как Бисмарк говорил, реал политик. То есть, когда люди понимают, что, конечно, хорошо быть хорошим парнем и добрым, и всех кормить, и поить, и все такое, но люди начинают считать деньги, начинают считать, как бы, свой выигрыш и проигрыш в этой ситуации, ну и будем брать во внимание тот факт, что у этих больших стран, европейских, и США, и России, у них есть весь спектр экономического, политического и военных мощностей, поэтому им есть что терять, они не могут себе позволить какие-то, скажем, такие эмоциональные речи. Маленькие страны могут себе позволить, потому что у них ничего нету, у них нету, скажем, сопоставимой ни экономики, ни политической власти. И, конечно, то есть, скажем так, историческая действительность такова, что есть периоды, когда рушатся империи, и маленькие страны, как бы, рождаются на вот этих руинах этих империй, и есть время, когда опять, скажем, ну, как сказать, когда весовая категория имеет смысл, и имеет очень большой смысл, да, и когда никто не говорит, что мы все равны. Говорит, нет, мы не равны, мы большие, вы маленькие. То есть, я думаю, и повторюсь, это уже было давно сформулировано философом Факедидом в Пелопонесской войне 2500 лет назад, когда он сказал, что большие делают то, что не могут со своей властью, а маленькие терпят то, что не должны терпеть, и что все договора, они имеют смысл только тогда, когда они заключаются между, скажем так, паритетными державами. И, конечно, отдельно взятый режиссер из маленькой страны, он, конечно, может говорить все, что угодно, и бояться, и все, но я думаю, что ни на Западе, ни на Востоке этого никого не улыбка, по простой причине, что в Латвийской республике нет тех возможностей экономических, политических, военных, чтобы как-то обозначить свою позицию. То есть, она должна как-то просто в этой ситуации находить более-менее себе подходящий момент. Поэтому все понятно, что сейчас, скорее всего, мы идем к ситуации, когда у нас будет, ну, скажем, два массивных игрока, это Соединенные Штаты, Китай, и еще, скажем, тоже массивные игроки, вот большинство ГА-20, включая Индию, Бразилию, то есть у каждой из этой страны огромный потенциал. Так что на поляном мире уже не получается. Ну, мы уже это видели, ну, и куда повел то, что мы говорили, или, скажем, нам говорили, что Россия изолирована, что с Путиным никто не говорит, да, но мы поверили, что это чушь. Только что в Италии сейчас переговоры. Да, я говорю, это даже то, что даже в самом, как бы, пике кризиса, в 2014-2015-2016 годах такого мы не наблюдали, а сейчас тем более. Поэтому это только такой факт, что Россия принята обратно в ПАСЭ, без каких-то предварительных... Это, в принципе, логичный, ожидаемый шаг. Это реальная политика в действии. Понимаете, когда, конечно, вам может что-то не нравится, скажем, в вашем партнере, но он большой и очень важный для вас. И, конечно, вам может нравиться ваши, скажем, другие партнеры, но они маленькие, и они вам никак не помогут в какой-то ситуации. Поэтому вы должны выбирать. Или вы тогда заключаете какую-то сделку, или смотрите, чтобы было бы как бы взаимовыгодно. Ну, конечно, если вы стоите на каких-то таких вариантах, как Балтийские страны Украина, но, скорее всего, это не найдет понимания во Франции, в Германии и в других странах Европы. Они зависимы очень от этих стран, опять же. Да. А вот действительно интересно, почему так случилось? Почему вот так поступили эмоциональные делегаты из Латвии, Литвы, Эстонии? Вот почему ведь? Логика подсказывает, казалось бы, что они должны были обратиться к своими, есть так, к моих старшим братьям, к той же Великобритании, делегатам, и выйти тогда с совместным заявлением. Но они, я так понимаю, никаких союзников в этом вопросе бойкота России не нашли. Ну, я думаю, что сейчас для маленьких стран настала еще более такая сложная пора, потому что еще несколько лет тому назад перечень старших братьев был однозначен. То есть, эти старшие братья как бы говорили в один голос, что делать. А сейчас один старший брат США говорит что-то одно, и Европейский союз противоположное, что-то другое. То есть, мы видим... Да, Великобритания, Третья, Германия, Франция. Абсолютно. И тогда вы, как маленькая страна, думаете, а от кого вы больше можете получить, скажем так, по голове, если что-то будете неправильно делать? И кто будет иметь какие-то шансы надавить на вас столько, что вы потеряете очень много? И тут, конечно, выбор очень велик. То есть, у вас стратегический партнер Соединенных Штатов, у вас Евросоюз как Евросоюз. Потом из Евросоюза это еще Германия, это Франция, это Великобритания, которой она не будет, но все равно это одна из ведущих стран Европы. То есть, поэтому, в принципе, сейчас директивы никакие не приходят, что делать. Приходится думать самим. Ну, и в этой ситуации, конечно... Многие растерялись. Растерялись. Директив как-то тяжелый. Нервы на пределе, как решить, что делать, как быть. Поэтому, конечно, они выбрали, наверное, самый такой чистый эмоциональный путь, но, как мы видим, в принципе, этому примеру никто не последовал из ведущих стран. Ну, это же как-то тоже очень странно, да? Вот, допустим, мы уже даже видим, что МИД Латвии начал пытаться как-то отыграть эту ситуацию, понимая, что она весьма абсурдная. То есть, получается так, что российская делегация восстановлена в правах и в следующей сессии, условно, их будет участвовать, а, допустим, латвийская делегация сама сама устранилась и больше в диалоге вообще в работе по сцене участвует. Но это как-то очень странно, да? Ну, это очень странно. То есть, сама против тебя применила санкции? Ну, конечно, сейчас я понимаю, что будет еще целое внеочередное заседание Сейма о вопросе, что делать, да? Да. То есть, они, конечно, могут себя дисквалифицировать сами, но я думаю, что это никто и не заметит, есть ли они или нет. И, конечно, они могут писать все, что угодно. Но если это решение уже было принято, ну, дадим себе отчет. Решение о возврате Российской Федерации было принято на других этажах и других кабинетах. И никакие маленькие страны, они могут писать все, что угодно. Никто это брать во внимание не будет. Это просто опять, опять надо понимать, что мы опять пришли в эпоху реальной политики. Все. И все эти вопросы, что все живут как братья, что все равны, что большие и маленькие, как друзья и братья друг к другу. Это просто не соответствует действительности. Мы пришли в эпоху опять, скажем так, интересов и деловых каких-то разговоров между теми игроками, у которых эти, скажем, интересы есть, и которые могут эти интересы подтвердить военными, политическими, экономическими, с какими-то рычагами. Если у вас этого нет, значит вы играете в другой лиге, и с вами никто как бы считаться не будет. Это, конечно, обидно для некоторых стран, но это факт жизни. То есть мы пришли вот в эту эпоху опять. Она будет, ну, скорее всего, довольно-таки долго продвигаться и продолжаться. Да, вот во второй части мы тоже об этом поговорим. Поговорим не только о ПАСЭ, но и о других актуальных событиях, в том числе в Европарламенте и Европейской комиссии. Там тоже, по-моему, вот эти последние договоренности больших показали, кто сейчас играет основную скрипку. Отнюдь немаленькие страны, да, и кого хотели державы, того и назначили на все ведущие. Пасты Раймут Руборска у нас в студии, не переключайтесь. Микс Ньюз. Да, Раймут Руборовский, я встретил эксперту у нас в студии. Вот интересно, как раз я ознакомился вот с этим проектом по поводу латвийской делегации в ПАСЭ, которая 8-го числа, понедельник, как раз уже будет обсуждаться на предназначном заседании Сейма. Нужно признать, что, видимо, Минт-Латвия все-таки поработал с депутатами, и теперь уже в проекте сказано, ну, там длинный разговор о том, что мы осуждаем Россию, ну, как обычно, что Россия должна это, второе, третье, много чего Россия должна. Да, значит, расписали латвийские делегации, а в конце сказано, значит, поручить латвийской делегации вот в ПАСЭ, начать консультации с другими, с делегациями других стран о том, какую позицию занять на следующей сессии ПАСЭ. То есть, уже о выходе слова нет, начать консультации. Ну, консультации могут быть разные, поскольку я понимаю, что ни эстонская делегация, ни даже литовская уже передумала брикотировать, поэтому, то есть, уже такой, уже вариант смягчили. Не, ну, я думаю, что просто эмоции спали, и можно по-разному относиться к, скажем так, Министерству иностранных дел, но там все-таки люди в таком плане реалисты и прагматики, они просто, наверное, доходчиво объяснили, что, в принципе, ладно, вы выйдете, и вас там вообще никто не заметит, что вы там были. Да. Это во-первых, да. Во-вторых, во-вторых, наверное, объяснили, что, ребята, ну, если было принято решение где-то в коридорах больших, с большими игроками принять обратно Российскую Федерацию, то никто из-за вас его менять не будет в ближайшие, там, сто лет, ну, или, там, скажем, в ближайшие двадцать лет. Поэтому вы, конечно, можете там писать, делать, но ничего из этого не получится. Поэтому я думаю, что большинство стран, ну, они трезво оценили ситуацию. Мы помним, что, по-моему, Литва уже из Грузии вернулась уже в зал на следующий день. И, скорее всего, это другие делегации, может, кроме украинской, ну, потому что это, как бы, у них-то выбора нет, они должны как-то лицо показать, что это делать, да. Но, беря внимание в ситуацию, думаю, что, конечно, скорее всего, какие-то консультации не проведут, на бумаге галочку поставят, и все это затихнет. А вот такой вопрос, который последний в контексте ПАСЭ хотел задать, вот там, вот в этом проекте сказано, что получить делегации. А как можно ведь делегация ПАСЭ состоит из разных депутатов, я так понимаю. Они представляют разные партии. И представляют, прежде всего, своих избирателей. Как СЕМ может им чего-то приказывать? Вот я никак не понимаю, вот как СЕМ может приказать депутату, который, не знаю, представляет интересы согласия, или зеленых крестьян. СЕМ в приказном порядке может получить депутата, действовать так или так, он что, больше не самостоятельен? Я никак не понимаю. Я думаю, что ответ очень простой. Они ничего не могут приказывать, потому что СЕМ является совокупностью народных избранников. Да, конечно. И, в принципе, если мы так смотрим очень четко на эту идею, то должно было быть, что каждый депутат представляет определенную часть своих избирателей. Он подотчетен своим избирателям, а не, скажем, каким-то другим депутатам. Если мы смотрим на результаты голосования, то, в принципе, у очень многих стран это голосование было разным, скажем, даже у Польши и у других стран были люди, которые были за, были против. Да, у Словакии были разные мнения. Так что там это такие случаи, где все стопроцентно голосовали, скажем, против, но такие случаи, по-моему, три или четыре были всего, три-четыре страны. Поэтому, конечно, каждый депутат исходит из той идеологии, которую он представляет, из той партийной принадлежности, которую он представляет, из себя на родине, и из того мандата, который ему дали избиратели, в принципе. Я не думаю, что сам латвийский сейд может приказывать депутатам что-то делать или не делать. Да, вот к другим вопросам. Вот мы как раз в первой части, в завершении, сказали по поводу расклада сил в Европарламенте и в Еврокомиссии. Мы уже видим, что большие страны, естественно, сами решают как им действовать. И вот, я так понимаю, что договорились, большие, что надо выдвигать на пост с места Юнкера председателя Еврокомиссии Урзу Фон дер Лейну. Я думаю, скорее всего, ее изберут, так ли, как избрали представителя Италии, председателя Европарламента. Я думаю, что, скорее всего, да, потому что были очень долгие и довольно-таки напряженные консультации по всему пакету всех назначений, всех должностей. Поэтому, скорее всего, есть достигнуты определенные договоренности между всеми этими фракциями, которые уже исключают какие-то другие маневры, потому что это уже пакет договоренностей. Если что-то случится, скажем, с этой номинацией, то, скорее всего, и другие номинации полетят, и уже тогда надо будет начинать все переговоры с нуля. Поэтому, скорее всего, ее изберут, и, то есть, это представитель одной из самых больших стран Европы, то есть, человек, который был в немецком правительстве уже, наверное, больше десяти лет на разных позициях, министр обороны, это, конечно, не самая легкая позиция в Германии тоже, плюс она, значит, член ХДС, ХСС, фактически соратница Меркель-то, я так понимаю. Фактически соратница Меркель, да, поэтому, тут, конечно, интересный факт, что она не избиралась ни в Европарламенте, ни депутатом, то есть, она как бы человек со стороны, но понятно, что договоренности достигнуты, скорее всего, она будет, скажем, председателем Еврокомиссии, но это опять показывает, что практически все высокие посты у Германии, Италии и Испании, то есть, практически никого из Центральной и Восточной Европы, никого из Скандинавии, я уже не говорю о странах Балтии. То есть, это только подтверждает то, что я говорил в первой части передачи, что мы обратно в реальной политике, и мы понимаем, что сейчас, если раньше еще были какие-то, скажем, признаки приличия, что мы все проконсультировались, и вот вы так решили, да, то сейчас даже никто там какой-то такие остатки приличия тоже не демонстрирует, то есть, просто есть мнение, что надо так, 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 и до свидания. И тем более, что, ну, если мы смотрим, сколько депутатов у итальянцев, немцев, испанцев в Европарламенте, ну, это не восемь, как у нас, это гораздо больше, и они, конечно, даже если они в разных партиях и в разных фракциях, все равно они все смотрят через национальную призму, и поэтому, я думаю, что можно считать, что все эти люди, которые номинированы, они все будут выбраны. – Да, и еще, может быть, такой вопрос, все-таки, говоря еще о латвийской внутренней политике, мы не можем об этом не говорить, все-таки ваш прогноз по поводу ситуации в Ильичской Думе со стороны, идет ли дело к неочередным выборам? – Ну, скорее всего, мы можем, есть, конечно, ситуация, когда, говорят, все меняется, как в хоккее, когда ситуация, когда вы ее знаете, она уже устарела, пока вы, скажем, дошли до какого-то другой ситуации. То есть, скорее всего, если не будут найдены очень серьезные компромиссы, а мы знаем, что есть очень как-то четкие установки от разных сил, плюс, беря во внимание то, что у нас стало на две фракции больше за последние два месяца, да, то есть у нас четыре депутата в одной фракции, еще три депутата в другой фракции, то есть расклад сил, по большому счету, у оппозиции 25 мандатов, у согласия ЧССР 28, и еще семь мандатов на две фракции, которые, как бы, откололись от обоих… – Очень запутанная ситуация, да. – То есть, конечно, есть, беря внимание, эта ситуация, и у тройки, у четверки есть определенная, как бы, скажем так, возможность какие-то выдвигать свои требования. – Ну, если эти требования будут чрезмерны, и они 10 июля не смогут собрать 31 голос, ну, скорее всего, мы подойдем уже очень плотно к внеочередным выборам. Я лично думаю, что и для тройки, и для четверки эти выборы будут просто разгромными, по той простой причине, что создать действующую партию за это время невозможно, создать такую эффективную, скажем, структуру невозможно, поэтому, конечно, вместо них я попытался себе сделать все, чтобы неочередных выборов не было, но если есть какие-то вот такие установки, которые ни одна сторона не будет пересматривать, ну, тогда мы можем прийти к неочередным выборам. Только у меня такой же вопрос к оппозиции. А кто им сказал, что не могут выиграть эти выборы? То есть, конечно, единство с четырьмя мандатами хуже быть не может, поэтому, конечно… – Да, они как раз готовы. – Они готовы, потому что они думают, ну, ладно, хуже не будет. Беряю внимание, что единство сейчас, скажем, по СКДС у них 10%, у них премьер, они могут рассчитывать на какую-то поддержку от правительства, идеологическую или еще какую-то. То есть, да, они, скорее всего, хотели бы эти внеочередные выборы. То, что касается консерваторов и остальных фракций, включая националов и развития «За», то есть, во-первых, те люди, которые пришли в 17-м году в Рижскую думу, они уже давно в 7-е. Сейчас у них всех третий состав там. Люди, которые очень малоизвестны и у которых нет каких-то, скажем, таких очень больших, выдающихся успехов. В-третьих, выборы в Европарламент показали, что у согласия ЧССР стабильный электорат. И даже если этот электорат смог прийти на выборы, скажем, в Европарламент, там, где очень многие люди все-таки не понимают, что это такое, как это влияет на их жизнь, то, скорее всего, если все будет грамотно сделано, то электорат согласия и ЧССР может мобилизовать до предела, чтобы они пришли на выборы, проголосовали, потому что это уже касается их всех личной жизни. И поэтому еще не факт, что позиционные партии, вот эти четыре, могут вообще получить большинство. Поэтому единственное единство может попытаться с четырех получить пять или шесть. То, что касается четверки и тройки относительно, так условно говоря, условной тройки и четверки, но я думаю, что у них-то вообще нет вариантов. Они, если идут со своим списком, то он, скорее всего, будет таким сырым, неподготовленным. Там тоже, скорее всего, не будет каких-то знаковых людей. У них вопрос, кто их будет поддерживать финансово, как это все будет, и что они будут предлагать. Что они могут предложить такое, что, скажем, идет, скажем так, в разрез других предложений, и как они докажут, что они лучше. Поэтому для них, я думаю, для условной тройки и четверки это может быть практически, ну, скажем так, их последней битвой неудачной. Да, еще возвращаясь, может быть, и к международным событиям, да, вот об этом часто сейчас говорят, возможно, после того, как совсем в клинче вошли взаимоотношения России и США, особенно по ракетам малой и средней дальности, мы знаем, что на этой неделе Путин подписал ожидаемое решение о выходе из этого договора, ну, последний, не знаю, реликт вот этого разоружения фактически, ну, ушел в небытие в 89-м году, тогда Горбачев и Реган подписали это соглашение, многие заговорили о неизбежности, то, что вы когда-то вот такую мысль высказывали по поводу Хельсинки-2, насколько это реально? Ну, я думаю, что это единственный выход, опять же. То есть новые какие-то договоренности, да? Потому что, скажем так, у нас мы видим, что рушатся практически все договоренности во всех сферах, мы видим в экономической сфере, вот, торговая война между Китаем и США, вопрос, скажем, торговых отношений Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, то есть в политической сфере и военной мы видим, что практически рушатся или разрушены и, скажем так, сферы обычных вооружений, которые были договора все по обычным вооружениям Европы, а вопросы по ядерным вооружениям, все договоры, которые были, они практически в статусе, что они уже не работают или рухнут. И, в принципе, мы имеем ситуацию, где ничто нигде не укоплено никакими договоренностями. И это, конечно, крайне опасно в том плане, что, ну, ядерная держава сейчас намного больше, чем два. Да, и, конечно... Китай играет все более веселым. Ну, да, и, то есть, если не будет новых договоренностей, то каждая страна, каждое государство, которое будет иметь потенциал получить ядерное оружие, она это будет делать, потому что больше не будет никаких, скажем, юридических и каких-то других политических инструментов, как их удержать. То есть Иран на подходе, Северная Корея, то есть очень много стран, которые могут это делать. Саудовская Аравия, Турция, то есть кто их может запретить, Бразилия. Так что это может повлиять очень серьезно. И целая эпоха вот этих договоренностей, к сожалению, она ушла уже, канула в лету. Я надеюсь, что все-таки мы можем подойти в ближайшее время к каким-то договоренностям типа Хельсинки-75, но это требует четкое понимание американской стороны в том, что однополярный мир закончился и что такие страны, как Китай, Россия, Бразилия имеют собственные интересы. Если эти интересы будут соблюдены, если будет четкая договоренность, и тем более, что есть все-таки форматы как ОБСЕ, как ГА-7, ГА-20, они действующие. То же самое ПАСЭ. То есть есть форматы через платформы диалога, платформы, где можно договариваться. Поэтому, скорее всего, если мы не хотим подойти к очень такой серьезной глобальной проблеме и кризису, уже ограничившись с какими-то боевыми действиями, тогда, конечно, я думаю, что стороны найдут все-таки силы и достигнут компромисса. По той простой причине, что, опять же, у этих стран есть огромная ответственность за мир в целом. Потому что если начнется какие-то боевые действия, не дай бог, между Китаем, Соединенными Штатами, Российской Федерацией, то, в принципе, скажем так, все эти планы, они могут рушиться, и, скажем так, все эти планы, которые военные подготовили, они уже входят из-под контроля. И вот этот маленький промежуток, скажем так, с плохих отношений к ядерной войне, он может быть за считанные дни. Вот мы уже видели ситуацию, как развивалась, скажем несколько палаток в Сирии или на Украине, уже полномасштабные боевые действия и глобальный кризис. Поэтому, конечно, не доводить до этого должна быть разработана новая платформа по обычным вооружениям, по ядерным вооружениям, по разным носителям, средней дальности, малой дальности, стратегические договоренности. Скорее всего, это будет достигнут. Конечно, каждая из сторон будет пытаться выторговать для себя наиболее выгодные условия. Но опять же, проблема состоит в том, что те страны, которые не входят в этот алгоритм и которые могут себе позволить разработать вот эти ядерные уже ракеты, они могут спокойно к этому клубу присоединиться и уже на каких-то своих условиях. И вот если нет договора, то им никто не может запретить. Это правда. Ну, скажем, Иран. Если они захотят, они могут... Сейчас вот США вышла из этого договора. Иран тоже может уже начинать что-то делать. Конечно, это может привести к полномасштабной войне. Но тогда вы же понимаете, что если 40% нефти выходит через Армурский пролив и рядом Сыдовская Аравия, рядом Турция, рядом Израиль, какие это могут быть последствиями. Может быть, такой последний вопрос, который хотел задать. Можно ли сказать, что Трамп уже начал предвыборную кампанию и сейчас нужно к его разного рода таким заявлениям относиться, ну, так вот скептически, потому что мы знаем, что он может сказать одно, что вот мы обо всем договорились, друг Володя, друг Ким Чен Ын, потом вернуться в Вашингтон и все сделать наоборот. Конечно. Во-первых, ответ – да, он начал предвыборную кампанию. Во-вторых, да, он, конечно, будет исходить из своих планов, как это может повлиять позитивно или негативно на его предвыборную кампанию. Тем более, что у него есть прекрасные шансы победить, у него есть прекрасные шансы… Все-таки, да? Да, у него есть прекрасные шансы победить, у него есть прекрасные шансы занять этот пост еще на несколько лет. Но будем брать во внимание тот факт, что у него слабенькая оппонентность демократов пока что, единственное, который может составить конкуренцию, это Джо Байден. То есть он тоже уже такой возрастной политик. Остальные, я не вижу конкуренции, с республиканского фланга тоже нет. Электорат Трампа доволен им. То есть он практически все эти свои, те условия, что он объявил, он выполнил. То есть я думаю, средний американец с Детройта или штата Иллинойс, он доволен. И он будет голосовать за него. Плюс, конечно, он будет стараться показывать, что он за несколько десятилетий достиг прорыва с Китаем, с Северной Кореей, с Израилем, с палестинцами, со всеми, с Россией. И я думаю, он плавно идет к этому, чтобы, скажем, в конце следующего года, когда уже будут выборы, показать, что не только эффективный менеджер внутри страны, но он эффективный переговорщик вне страны, который договорился с очень многими лидерами о очень многих вещах. М. Тубловский у нас был в студии. Большое спасибо.